Вот грузины, власть якобы их не стреляет, ну кто будет стрелять в такую массу 200 тысяч? Есть такой самоубийца? Это грузины выйдут, растопчут, уничтожат, расчленят на мелкие кусочки те, кто попытается это сделать. Не стреляют не потому, что у них премьер-министр добрый и правительство, а потому что народ боевой, и они знают, что если они перейдут в определенную черту, народ их уничтожит. Понимаете, вот почему там никто не стреляет. Потом я все время говорю о том, что надо создавать обедняться, механизм есть, ячейки. Мне что говорят? Что вот грузины же вышли. Грузины, чтобы вы знали, демократическая страна. У них есть выборы. Если вы не согласны с действием этого правительства, вы идете на выборы, голосуете, контролируете, чтобы не было фальсификации. Грузия считает, что нет фальсификации. Может быть есть ничтожный процент. И вот люди, у них осенью будет выбор, и если это правительство их не устраивает, они проголосуют против, этого правительства не будет. А сейчас они выходят с требованием отменить закон, который может ограничить их свободу слова. У нас в Казахстане люди даже не знают, наверное, что это такое свобода слова. Тут конкретно затопило, имущество пропало, люди не выходят за свое имущество. А там за свободу слова, потому что они знают, сегодня у тебя отобрали свободу слова, завтра ты не можешь выйти на митинги, а послезавтра тебя будут грабить, ты будешь сидеть тихо, как в Казахстане. Понимаете? Вот видите, какие грузины дальновидные, умные, они понимают, что свобода слова это фундаментальный процесс. Если ты его отбираешь, то все рушится. Страна откатывается в авторитарную систему, диктатуру. Вот, собственно, что у нас и происходит. Продолжение следует...